Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Череда дождливых и солнечных дней – самое грибное время. Люди спешат в лес и пропадают. Социальные сети оперативно реагируют. Буквально сегодня ночью появилась тревожная сводка. Пропала целая семья с ребенком у деревни Поджигародова. К счастью, уже этим утром пропавшие объявились. Гроза сбила с пути. А вообще, по данным спасательной службы, с начала этого грибного сезона потерялось более 10 человек. Один из них, 76-летний Владимир Андреевич Осин, так и до сих пор не найден. Как и тут поиски и что делать, если потерялся в лесу, расскажет Татьяна Барульна. Август – начало грибного сезона. Вот только грибы появились, а люди начали пропадать. Только за последний месяц в Клинском районе в лесу потерялось около 10 человек. В основном это старики. Среди них и 76-летний житель деревни Айенко. Четыре дня назад он ушел в лес за грибами и так и не вернулся. Владимир Андреевич Осин – грибник с многолетним стажем. Тихая охота – его способ заработка. Каждый день с 5 до 10 утра мужчина собирал грибы. После продавал их на рынке. Словом, лес знал, как свои пять пальцев. Поисковики уверены – мужчина не мог заблудиться. Варианты, что стало плохо. Если погиб, ну погиб все равно надо искать, находить, потому что это, конечно, ужасно и для семьи, и для того, кто его потом найдет через несколько месяцев. Ну а может быть и живой. Сейчас надеемся, что живой лежит там где-то с ногой сломанной, или с инсультом, или еще что-то. Ну, в общем, по-любому человек должен вернуться в цивилизацию. Поиск идет, что называется, по всем фронтам. В глубине леса работают профессиональные спасатели – МЧС и полиция. Окрестности прочесывают волонтеры. Разбиваются на группы и квадратами исследуют местность. 250 тысяч квадратных метров за 8 часов поиска. Шли определенным маршрутом, и через каждые 50 метров происходила работа на отклик. То есть останавливались все, затихали, и кто-то один из группы кричал, как бы, «Володя». Вот, как бы, да, так звали. Зовут дедушку. Но пока не дойти, не докричаться. Так что поиски пропавшего мужчины продолжаются. Из лесов спасатели буквально не выходят. С середины лета до поздней осени для них поисковый сезон. В чащах и болотах ищут людей. Это вам не за грибами пойти. За последние две недели у нас заблудилось 7 человек. В основном это пожилые люди. Приезжают в СНТ, уходят. Лес для них незнакомый. Заблудят. Ну, что ж по делу будет. На данный момент у нас остается не найден один мужчина. Лес пройти, не поле перейти. Находить нужную тропу надо уметь. Кто-то пользуется дедовскими методами, ориентируется по солнцу, мху и муравьям. Кто-то использует современные навигаторы. Поисковики же советуют. Если безнадежно заблудились в лесу, самое главное не паниковать. Не идите наугад. Оставайтесь на месте. И ждите помощь профессионалов. Хорошо бы, если у человека есть телефон. Он может позвонить родственникам, знакомым, в МЧС, в полицию. Поставить всех на уши. И его будут искать. Когда звонок поступает именно в службу 112, там принимается решение. Кому передать? Полиции, МЧС, скорой помощи. Каким именно экстренным службам. Дальше уже вызов приходит нам. Обязательно нужно отзываться и давать знать о себе. Можно свистеть свисток, если он у вас есть. Стучать палкой по дереву. Давать о себе знать. Там, опять же, яркая одежда и так далее. Ночью категорически нельзя двигаться. Потому что ночью вы не видите, где вы идете. Вы можете идти в неправильном направлении. Если вам сообщили, что будет вертолет вас искать, это значит, что нужно выбирать какое-то место открытое. И всячески давайте себе знать. Увидели вертолет? Соответственно, махайте там. По статистике, чаще всего в лесу теряются бывалые грибники. Мол, местные знают, с собой в лес лишнего не берут. А зря. В случае, если вы заплутаете в лесу, джентльменский набор грибника может сохранить вам жизнь. Уходя в лес, обязательно берите с собой заряженный мобильный телефон. Лучше кнопочный, он лучше держит зарядку. На себя одевайте только яркую одежду. Уберите плащ-деждевик и резиновые сапоги в случае непогоды. Обязательно на одного человека литр воды, не меньше. Этого хватит на сутки, если вы забудетесь. Не забывайте про сигнальные средства. Это может быть свисток, спички, зажигалка или, например, фонарик. Пригодится ночью. Уходя в лес за грибами, говорите своим родным, близким и друзьям, в какое место вы идете и когда собираетесь вернуться. И даже в случае, если вы забудетесь в лесу, они будут знать, где вас искать и обязательно найдут. Татьяна Барульна, Александр Сидень, Юлия Левицкая. Новости дня.